Шалом! Хочет ли Бог, чтобы все люди спаслись? Конечно, об этом написано не в одном месте Священного Писания, и не в двух. Взять хотя бы вот это. Итак, прежде всего, пишет Раф Шауль, апостол Павел, «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, то есть за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Танах столь же однозначен. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от путей злых ваших, дом Израилев, для чего вам умирать». Танаха также совершенно ясно, что Бог любит не только евреев, а всех людей, что он нелицеприятен и желает обращения неевреев ничуть не меньше. Лучшее свидетельство тому, на мой взгляд, книга пророка Ионы. Поэтому переходим к следующему вопросу. «Все ли спасутся?» Если допустить, что не все, сразу захочется спросить, а что же будет с неспасенными? Отчего они не спасутся? То есть отчего нас в принципе нужно спасать? Что нам угрожает? Ведь в обыденной речи слово «спасение» подразумевает реальную и серьезную угрозу жизни или благополучию. Ну, не насморк, а террористы, неизвестимые болезни, пожар и тому подобные крупные неприятности. Большинство верующих думает, что угроза, от которой нужно спасаться, это очень неприятное место, называемое ад. Неприятно оно потому, что там будет очень жарко, жар будет исходить от огня, который, как и человеческая душа, мучающаяся в нем, будет вечным. Думают люди так неспроста. В Новом Завете есть немало упоминаний о адских муках, больше всего их у Матфея. Геон Рогене появляется у него в пятой главе, то есть в Нагорной проповеди, и сопровождает читателя до двадцать пятой главы, то есть до притчи об овцах и козлах. Там судьба последних в огне вечном, приготовленным изначально дьяволу и ангелам его. Есть они и у других евангелистов, эти упоминания, причем Ешо говорит всегда об аде как о совершенно реальном месте. Но если кто-то окажется в аду, а кто-то в раю, то выходит, что при всем Божьем желании спасти всех, все все-таки не спасутся. Вывод этот принять трудно. Получается, что любящий Бог может допустить, что его творения проведут вечность не с ним, а в обществе дьявола, бесов, всяческих моральных уродов и в мучениях. Мысль, в самом деле, очень неприятная, и искушение закрыть глаза на эти стихи Библии или истолковать их на свой собственный вкус велико. И это всегда делалось, начиная с так называемых отцов церкви. И делается по сей день. Один из богословских взглядов на спасение называется универсализм. Согласно этого учения, Бог по великой своей милости в конечном счете спасет всех. Просто все спасутся по-разному. Что это значит? Один из вариантов ответа на этот вопрос такой. Некоторые спасутся осознанной и озвученной еще в земной жизни верой в Мессию Ишуа. То есть эти люди услышат благую весть о нем при жизни и откликнутся на нее. Другие спасутся неосознанной верой. Это те, кто еще не слышал о Ишуа, но в принципе стремился к добру, свету, красоте и истине. И третьи, те, кто не хочет ничего слышать ни о Боге, ни о Ишуа, ни об истине, ни о праведности, а просто живет в свое удовольствие. Этих людей ждет после смерти чистилище, в котором милостивый Господь отмоет их от всех их грехов. Ну, будет, конечно, немножко неприятно, наверное, как грязным носкам в горячей воде и под воздействием центрифуги стиральной машины. Но ничего, зато результат будет замечательный. Эти люди тоже войдут в Царствие Божье. Кстати, именно такое представление об Аде есть сегодня в иудаизме. Ад как чистилище. То есть никакого вечного наказания нет. Однако, если не закрывать глаза на однозначно трактуемые библейские тексты об Аде, то придется крепко задуматься. С одной стороны, я не верю, что весь смысл спасения в том, чтобы избежать ада. Новый Завет говорит, что Ишуа спасает нас от самих грехов, а не только от наказания за грехи. Так что основная угроза для человека это не вина, а сами его преступления. И даже не они, а его духовное состояние, являющееся причиной этих преступлений. И это вполне понятно, если преступник не переживет радикального покаяния и не изменит свой образ жизни, то амнистия поможет ему наслаждаться свободой недолго, до следующего преступления, которое он совершит с неизбежностью. Так что следующий срок это будет лишь вопрос времени. Поэтому спасение это не просто гарантия загробного блаженства, которое приобретается ценой веры в смерть, Ишуа на кресте, вместо нас, но преобразование нашей сегодняшней земной жизни. Я убежден, что спасаемся мы верой не только в смерть Ишуа, но и в его собственную земную жизнь, которую он прожил здесь. То есть, что спастись, другими словами, невозможно, если мы хотим избежать ада, но не хотим быть его учениками здесь и сейчас. То есть, учиться жить так, как жил он. Жить с Богом не просто по субботам или по воскресеньям, а каждый день и каждый час. Ну, в конце концов, рассудите сами. Если вы не хотите жить с Богом здесь и сейчас, то зачем он вам в вечности? Ведь если вы не любите его, то сейчас его хотя бы можно игнорировать. А там-то это уже будет невозможно. Там его присутствие всегда будет для нас таким же явным и неизбежным, кого оно всегда для ангелов. С другой стороны, говоря о состоянии человека в вечности, Писание все-таки делит людей на две категории – праведных и грешных, благословенных и проклятых. Причем в мире ином эти состояния окончательные. Иначе говоря, после смерти изменить свою судьбу уже невозможно. Она решается до того, как дух покинет тело. И поэтому действительно очень важно уже сейчас как можно яснее представлять себе, кто из живущих на земле записан в книгу жизни Агнца, а кто нет. Подчеркиваю, как можно яснее, то есть по мере возможностей, потому что не факт, что мы вообще можем знать это с абсолютной точностью. Однако, прежде чем мы перейдем к этому, небольшое отступление. Откуда известно, хочу задать вопрос, что после смерти принципиально уже ничего не изменишь. Я вижу два аргумента в пользу этого взгляда. Во-первых, во всем Писании звучит постоянно призыв к покаянию. Причем призыв срочный, неотложный. Пророк Исаия говорит так. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Другими словами, Его можно найти не всегда. Та же самая картина очень наглядно вырисовывается в первой главе книги притч Соломонова. В 20 стихе премудрость взывает к людям, призывая их к покаянию. Однако тем, кто не внял этому призыву, она говорит следующее. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, призрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. В Новом Завете накал этого призыва к покаянию не меньший. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Искренность покаяния должна быть подтверждена соответствующими плодами, то есть переменами в жизни. А если человек не раскается, его ждет погибель. И ни о каком повторном шансе не говорится. Если не покаетесь, все также погибнете, говорит Ишуа. Говоря о необходимости уверовать себя, он выражает эту мысль так. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. То есть умрете виновными. И понятно, что если бы после смерти был еще шанс раскаяться и начать с чистого листа, то все эти слова были бы просто совершенно излишни. Во-вторых, те немногие стихи Нового Завета, которые описывают жизнь после смерти, тоже не предполагают, что еще будет шанс что-то изменить. Как раз наоборот. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Смерть есть однажды, как здесь говорит автор, так что никакой реинкарнации нет. И после смерти есть тоже только одно важное событие. Причем это не раскаяние, а суд. То есть подведение итога. И об окончательности этого итога говорится наиболее, а однозначно, на мой взгляд, в истории о богаче и Лазаре. Когда мучающийся в пламени ада богач просит Авраама послать ему Лазаря, тот отвечает, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда, к вам не сможет. И оттуда, к нам, никому не перейти. Впрочем, это было небольшое отступление. Вернемся к теме. Сегодняшняя программа озаглавлена «Многие ли спасутся». А в названии уже заложено предположение, что спасутся не все. И более того, заложено также сомнение в том, что спасенных будет большинство. Откуда же это сомнение? Разве не написано, в конце концов, весь Израиль спасется? Может быть, если говорить о евреях, то все-таки есть повод для оптимизма? Если уж не все, то хоть, по крайней мере, подавляющее большинство. То есть больше половины. Беда-то вся в том, что словами Си-Ишо, то есть единственное надежное основание для каких-либо здравых заключений, повода для такого оптимизма не дают. Будь и шо китайцам или бразильцам, то можно было бы надеяться, что все сказанное им не распространяется на остальные народы. Однако, поскольку он сам был еврей, и его слова были обращены к еврейскому же народу, нам нужно применить их в первую очередь именно к нему. Что же он сказал на эту тему? Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, подвизайтесь, то есть постарайтесь, очень крепко постарайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не смогут. Это версия Луки. У Матфея похожее высказывание в седьмой главе в Нагорной проповеди. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». По-моему, это один из тех самых случаев, когда в комментариях никакой необходимости нет. Все и так яснее ясного. Многие идут в смерть, немногие в жизнь. Кто же эти немногие? Об этом в следующей программе. Спасибо. Шалом.